Всем привет! Продолжаю писать бортовой журнал Nissan Leaf 2013 года выпуска в комплектации SL. Пробег на момент покупки составлял 118 тысяч километров, с доставкой из Америки в Беларуси ремонтом автомобиль мне обошелся в 7 тысяч долларов. За 5 недель я проехал 3000 километров и зарасходовал 600 киловатт-час энергии, средний расход составил 20 киловатт-час на 100 километров пути. По ссылке вверху можно посмотреть другие видео бортового журнала Nissan Leaf, а также видео об электроскутерах, электросамокатах, моноколесах. Если вам интересна тема электротранспорта, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии о том, как вы относитесь к такого рода технике. В прошлом видео я говорил о минусах Nissan Leaf, сегодня поговорим о плюсах электромобилей в целом и Nissan Leaf в частности. Уверен, что через 30-40 тысяч километров мое мнение в отношении Leaf изменится, поэтому я хочу отметить плюсы именно под первым впечатлением от электромобиля. Итак, первый неоспоримый плюс для меня лично и особенно это надежность. Электромобиль можно прямо сравнить с шуруповертом. В нем есть только батарея, контроллер, электромотор, редуктор, блок зарядки и все. Эти системы, как правило, надежны. По статистике электромобиля надежнее автомобилей с ДВС, так как в них отсутствует большое количество разного рода трущихся деталей, подверженных высоким температурам. Кроме того, в электромобиле нет не только многих деталей, которые есть в обычных автомобилях, но в электромобиле также нет целых систем, отсутствуют системы выпуска, топливная система, нет зажигания, инжектора, разного рода насосов, ремней, форсунок, клапанов и прочего прочего прочего. В электромобиль нельзя залить некачественное топливо, нельзя пропустить регламент регулировки чего-либо, который губительно отразится на ресурсе и так далее. Электромобиль прост и надежный, и Nissan Leaf наравне с другими электромобилями в полной мере соответствует этому определению. Второй плюс. Это минимальное обслуживание, с которым справится даже неподготовленный человек, и я уверен, за обслуживание возьмутся на любой станции. В Nissan Leaf нужно менять только салонный фильтр, масло в редукторе раз в 30 тысяч километров, масло нужно 1,3 литра, раз в 2 года нужно заменить примерно 3 литра антифриза и тормозную жидкость, это все. Даже тормозные колодки менять нужно в 3-4 раза реже, чем в обычной машине, потому что основное замедление автомобиля идет за счет рекуперации. В остальном обслуживание и ремонт, например, ходовой части, можно делать самому или в мастерской. Ходовая часть, рычаги, пружины, амортизаторы, наконечники и прочие детали ходовой абсолютно такие же, как в обычных автомобилях с ДВС. И стоят все эти детали недорого, и что радует, они уже сейчас есть в наличии, и не нужно их заказывать и ждать. К слову, в Nissan Leaf все эти детали достаточно ресурсные и не требуют частого внимания. Сейчас, наверное, многих удивлю, но даже батарею можно отремонтировать самому. В интернете масса видео, как люди без должного опыта сами снимают батарею, меняют вышедшую из строя ячейку или даже все ячейки. Ничего сложного в этой процедуре нет. Теории на эту тему много, и соблюдая безопасность при работе с высоким напряжением, эту работу можно сделать в обычном гараже. Но ремонт батареи это крайний случай, ресурс батареи на данный момент неизвестен, и при правильной эксплуатации батареи проезжают 200 и более тысяч километров. Я делал об этом видео с ссылкой вверху, поэтому пока о батарее не думаем. Я бы отнес к третьему плюсу и то, что замена и ремонт батареи доступны и относительно недорогие, если на равных сравнивать эту операцию с ремонтом, допустим, двигателей или КПП, привычных о нам авто. Все боятся ремонта и замены батареи, но стоит признать, что батареи и элементы для них с каждым годом дешевеют, а новые элементы будут уже с новой химией, отчего у них будет больше ресурсов и выносливость. Еще два года назад батарея емкостью 24 киловатта стоила от 5000 долларов, сегодня цена начинается от 3000 долларов. За 200 тысяч километров Toyota Auris при расходе 7 литров на 100 километров сожжут только бензином, при стоимости бензина 70 центов за литр почти 10 тысяч долларов. Если добавить сюда обслуживание по 50-100 долларов каждые 10 тысяч километров, в итоге сумма вырастет до 12 тысяч долларов. При этом электромобиль с максимальным расходом 20 киловатт-час на 100 километров на 200 тысяч километров возьмет 40 тысяч киловатт-час энергии, это 1800 долларов, ну и если придется заменить батарейку, тогда еще 3000 долларов. В целом получится 4800 долларов. То есть итоговая сумма более в чем в два раза меньше за эксплуатационные расходы бензинового автомобиля. И это с учетом того, что в бензиновом автомобиле тоже не будет ремонта в двигателе и КПП, ремонт которых может достигать 2000 долларов. Только замена цепи со звездами и двумя муфтами газа распределения в моторе Toyota Auris может стоить от 600 до 800 долларов. Ну и как я говорил выше, батареи можно перебрать даже самому, а вот за замену цепи в Auris не в каждом сервисе возьмутся. За капитальный ремонт двигателя или автоматической коробки передач тоже возьмутся, но не везде и стоить это будет недешево. Но и остается открытым вопрос в качестве частей квалификации моториста. Допустим продадут вам некачественную прокладку, ролик, ремень или моторист не дожмет, пережмет, заломает болт, схалтурит одним словом или что-то соберет неправильно. Поэтому мотор после капитального ремонта в любом случае не будет иметь ресурс нового мотора. Как говорит мой знакомый моторист, японские роботы в любом случае сделают работу качественнее, чем он. Можно конечно купить бывшего употребления мотор, но стоит он тоже недешево. Также недешево замена этого мотора и его первое обслуживание перед эксплуатацией. А там нужно будет заменить ремни, масла, фильтры. Ну и бэушный мотор это тоже своего рода лотерея. И исходя из всего этого, я думаю, что пора отвыкать от стереотипа, что замена батареи в электромобиле это дорого. Уже сегодня это доступно и со временем будет все более доступнее. Четвертый плюс это низкие эксплуатационные расходы. 100 километров на электромобиле, если заряжаться дома, мне стоит примерно 80 центов. И нет никакого обслуживания каждые 10-15 тысяч километров, которые стоили бы 50-100 долларов за ТО. Напомню, что на Тойоте Аурис 100 километров стоили мне минимум 5 долларов. 80 центов за 100 километров это настолько мало, что съездить в город на маршрутке будет дороже. Живу я в деревне, 4 километра от города, и даже если поехать в город на самом недорогом транспорте, сначала на пригородном автобусе, потом на метро, тогда до центра города и обратно на общественном транспорте все равно получится в 4 раза дороже, чем на Ниссан Лифт. С моего дома до центра города и обратно 30 километров. То есть на электромобиле 3 поездки в центр будут стоить мне 80 центов, а на автобусе и метро эти же 3 поездки будут стоить 3,2 доллара. Ну и дальше как бы нет смысла говорить про эксплуатационные расходы. Это огромный плюс электромобилей, тем более что сейчас у нас в городе зарядки бесплатные и реально сегодня на 100 километров я трачу примерно 50 центов, потому что иногда заряжаюсь в городе. Пятый плюс. Неожиданно, но я скажу проходимость. У электромобилей огромный крутящий момент доступны с нуля оборотов двигателя. Движение в натяг, в горку, перераспределение крутящего момента с колеса на колесо, все это доступно в любой момент времени. Нет сцепления, КПП, ничего не перегревается и машина как танк движется по грязи и лужам. Кстати, когда стоишь под горку, машина не откатывается назад, можно даже отпустить тормоз. Все это в условиях осенней распутицы, особенно когда соседи строятся и убивают дорогу, позволяет Лифу совершенно спокойно преодолевать любые препятствия. По проходимости Лиф реально удивил. Большой клиренс, широкие колеса, которые создают низкое давление на грунт, позволяют буквально проплывать по грязевым ваннам. Лиф не цепляет днищем, оно у него плоское и с пластиковой накладкой, там где цепляют уже все соседи на Octavia, Laguna, Fiat Dobla, Volkswagen Caddy. Лиф просто проходит над колеей, он не буксует, где буксуют они. Проходимость впечатляющая. Шестой плюс управляемость. Батарея расположена под кузовом. От середины кузова к задней оси. Передняя ось загружена мотором и редуктором. Все это расположено в колесной базе и максимально низко, центр тяжести очень низкий. Батарея тяжелая и как результат в поворотах машина идет как по рельсам. Нет кренов сноса или намека на занос. Я пытался спровоцировать скольжение, и это очень непросто. В какой-то момент даже испытывал достаточные боковые перегрузки. Разгоном до сотни Лиф первого поколения похвастать не может. По характеристикам у него 11,9 секунд до 100 км в час. Но в городском цикле до 70 км в час с крутящим моментом 280 ньютонов на метр он разгоняется как заряженные хэтчбеки. Повороты проходят на большей скорости. Кстати иногда я езжу на трек дни и сейчас жду не дождусь когда попаду на трек день на Лифе. Уверен даже в стоке. Без должной подготовки держаться он будет среди заряженных гонок достойно. Седьмой плюс это бесшумность. Не скрою мне нравится ревущий звук спортивного автомобиля. Но нравится он мне на трассе и несколько часов в день. Каждодневные поездки по делам я предпочитаю проводить в тишине или под музыку. Кстати к плюсам я добавлю акустическую систему Bose. Которая дает достаточно чистый мощный звук и как я говорил в прошлом видео меломану будет сложно найти достойную замену в этой музыкальной системе за гуманные деньги. Восьмой плюс комфорт. Шумоизоляция в Лифе не самая лучшая. На трассе хорошо слышны шины и ветер, но для городского автомобиля достаточно. Первое время за счет отсутствия двигателя внутреннего сгорания вообще создается впечатление сюрреализма. Приходишь уже в прогретую машину, садишься и начинаешь движение. Но все происходит очень странно. Поражает динамика разгона без нарастающего шума, вибраций и кренов. А меняющаяся картинка за окном воспринимается как-то необычно. Нет скрипов, шумов и от этого визуальное восприятие не соответствует звуковому сопровождению. Нет привычного ощущения качения по дороге. Ты как будто бы перемещаешься в пространстве, а в купе с хорошей акустикой ты не ощущаешь себя в транспортном средстве. Это больше напоминает какой-то 5D тренажер с эффектом реальности, чем настоящую машину. И Leaf в этом плане не лидер по комфорту, в какой-нибудь Tesla эффект реализма в несколько раз более оглушающий. Кроме того, продолжая говорить о комфорте, стоит сказать, что Nissan Leaf относится к хэтчбэку C-класса, колесная база и клиренс у него один из самых больших в классе. Соответственно, места в салоне достаточно много, а также Leaf имеет огромный багажник, задний ряд сидений складывается. Leaf удобный автомобиль даже для рослых людей, и в то же время он прекрасный перевозчик, способный перевозить негабаритные вещи. Комфорт бюджетного по сути электромобиля Nissan Leaf впечатляет. В машине с большой батарейкой есть все, что нужно современному автолюбителю. Есть бесключевой доступ. Ключ не нужно доставать из кармана или сумки для того, чтобы открыть машину, для того, чтобы включить питание и поехать. Машина соединяется с вашим смартфоном, выводит звук с медиа смартфона или телефонный звонок по громкой связи. Есть навигация, машина связывается со спутником, предлагает вам найти зарядку или другое нужное вам место. Все это управляется голосом или удобными кнопками на руле. На достаточно большой экран выводится разного рода информация, телеметрия, история, таймеры подогрева и зарядки. Устанавливая таймер зарядки, вы всегда зарядите свой автомобиль по самому выгодному ночному тарифу. Кстати, про зарядку. Многие скажут, что быть привязанному к розетке это минус. Я же скажу, что это неоценимый плюс. У меня еще 15 лет назад был дизельный фургон со Скандинавии, который от розетки прогревал двигатель и салон. И приехав вечером, включив его в розетку, утром было невероятным благом выйти, сесть в теплый салон и с полоборота запустить дизель. В любой мороз поехать по своим делам. И все это на фоне соседа, который в особо лютые тягал аккумулятор домой и ночью выходил прогревать свою дизельную машину. Поэтому еще тогда я оценил, что получать помощь от внешнего источника энергии это благо, а не недостаток. В лифт тоже есть таймер подогрева, который к с назначенному времени прогреет салон, руль и если надо сидение. Причем прогревается или охлаждается салон не от тяговой батареи, а от розетки. Поэтому в путь вы отправляетесь на прогретой машине и со стопроцентным зарядом. Чтобы вставить вилку по приезду или достать ее перед выездом, уходит по 10 секунд. А вот заехав на заправку за бензином, можно постоять в очереди, как на машине, так и на кассе, потратив на это минут 5-10. Поэтому про привязанных к розетке я просто не слушаю и не спорю с людьми, которые не пользовались такими функциями. Далее через сканер OBD2 и программу Leaf Spy Pro вы можете контролировать работу батареи и других систем. Есть возможность самостоятельной диагностики, можно считывать, стирать ошибки, управлять разного рода настройками. Ну и нет смысла перечислять массу разного рода электронных помощников, которые обучают водителей, сохраняют ресурс автомобиля. Их здесь настолько много, что проведя за рулем электромобиля несколько недель, я даже не изучил, наверное, и половины. Например, сообщением на панели автомобиль напоминает, что нужно заменить в ключе батареек. Если выключить питание и подержать рычаг дворников в режиме омывайки 2 секунды, дворники поднимутся в сервисные режимы и остановятся на стекле вертикальной, соответственно, не замерзнут под снегом и льдом внизу у капота. Машина сама включит свет в тоннеле, сама включит или напомнит о другом оборудовании, которое в той или иной ситуации может понадобиться водителю. Да, многие из этих функций есть и в других современных автомобилях, но за доплату и дорого. А в Leaf почти все эти функции начинаются с первых комплектаций. Оснащения для бюджетного автомобиля действительно очень много, и мой Nissan Leaf в комплектации SL по оснащению можно сравнить с автомобилем премиум класса. Хотя Leaf, по сути, в мире электромобилей это бюджетник. Девятый плюс. Стоимость машины. Сейчас, конечно же, опять же многих удивлю, но если говорить о моей машине 2013 года выпуска, интересно то, что она сейчас стоит как 7-летние бюджетники Lada Vesta, Renault Logan, Stepway. А вот 7-летняя Toyota Auris, ее прямой конкурент, или какой-нибудь Opel, корейский автомобиль C-класса, будет стоить дороже, чем Leaf. Пробег у всех этих машин будет, как правило, больше, чем у Leaf, а комплектация однозначно беднее. Из-за таможенных послаблений и растущей конкуренции на рынке электромобилей сейчас смотрится намного выгодней автомобили из ДВС. А с появлением таких доступных предложений, как Chevrolet Bolt, уже перестает быть проблемой запас хода на одном заряде. Bolt с запасом хода в зависимости от режима движения от 350 до 550 километров на одном заряде с быстрой дозарядкой может пересечь Беларусь полностью в один присест. В один присест он может из Минска доехать до Москвы, Варшавы и даже Берлина. Поэтому для тех, у кого нет проблем с зарядкой, допустим зарядка есть на парковке, в гараже или есть зарядка во дворе, есть повод задуматься. Десятый плюс. Экологичность. Сейчас модно говорить о том, что электромобили не экологичные, что безграмотная утилизация изношенной батареи наносит природе большой урон. И я соглашусь, что в нашей стране это действительно проблема. Но в других странах, даже в соседней Украине, изношенные батареи не утилизируют. Старые батареи от лифов и других электромобилей разбирают по элементам на запчасти. Устанавливают их на другие энергонасыщенные агрегаты и транспортные средства, на какие-нибудь поломойки, самодельные электромобили, электроскутеры, электровелосипеды. Также старые элементы устанавливают аккумуляторными накопителями на ветрогенераторы и электростанции с солнечными панелями. Ну и стоит сказать, что на Западе и в Японии уровень переработки старых элементов достиг 80%. И этот уровень с течением времени растет. Далее говоря про экологию, мне обязательно скажут, что заряжаясь от розетки, электромобили выделяют CO2 больше, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Потому что теплостанции сжигают мазут, уголь и прочее топливо, которое сопровождается большими выбросами в атмосферу. И да, это отчасти тоже проблема, но только отчасти, потому что части теплостанции работают на газу, как вот эта, которая дымит заливом на заднем плане. Также не забываем про возобновляемые источники энергии, про гидростанции на рейках, про ветро и солнечную энергию, которой даже в Беларуси уже достаточное количество. Кроме того, возобновляемый источник энергии находится в самом электромобиле, это система рекуперации. То есть на каждом торможении или на спуске автомобиль накапливает энергию в батарею. Здесь я лишь напомню, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания неизбежно сожгут свое топливо и в на спуске. И хотя они не потребляют топливо со сброшенной петалью акселератора, но и не накапливают энергию. А электромобиль накапливает за счет рекуперации в зависимости от ландшафта и режима движения, накапливается достаточно большое количество энергии. По разным данным на тысячу километров накапливается энергия на несколько десятков километров. И электромобиль проезжает эти километры на энергии, которые произвел сам. То есть несколько сот километров из десяти тысяч километров электромобиль проезжает на своей энергии. А в это время автомобили с ДВС продолжают жечь топливо и коптить небо. И потом доказано, что если даже заряжаться от угольной электростанции, то электромобили с батареями небольшой емкости однозначно экологичнее автомобилей с ДВС. Заряжаются они, как правило, ночью, когда есть избыток энергии и такое потребление для станции благо. Ночью станции нужно избавляться от избытков энергии. А с другой стороны, я посчитал, что потребление электромобилей с батареями малой емкости настолько мизерно, я бы даже сказал ничтожно. Потребление энергии грязных теплостанций населением и заводами за счет энергосберегающих технологий, за счет возобновляемых источников, каждый год снижается. Я как-то рассказывал про свой дом, в котором потребление энергии за 10 лет снизилось с 400 киловатт-час в месяц до 200 киловатт-час в месяц. При том, что я все больше покупаю ручного электроинструмента, электрокосилки и прочий электроинструмент. Но сегодня я приведу более живой пример. Вот этот подъезд, в котором на лестничной клетке на каждом этаже стоит по две энергосберегающие лампы с потреблением 9 ватт-час. Всего 24 лампы на 12 этажах с общим потреблением 216 ватт-час. И в сутки они примерно столько и потребляют, 200 ватт. Потому что в доме есть лифт и лестницей пользуются нечасто. Соответственно, датчики движения не срабатывают и в итоге за сутки лампы горят может быть около часа. Но вспомним, что было еще 5-10 лет назад, когда не было датчиков освещенности, датчиков движения и лампы горели на лестничной клетке, на которой не так он, в таких подъездах иногда по 24 часа в сутки. Лампы были не энергосберегающими и потребляли по 40 ватт в час каждая. 24 лампы по 40 ватт в час это 960 ватт в час, которые мы умножим, ну допустим, не на 24 часа, а хотя бы на 12 часов и получим 11,5 киловатт в час каждые сутки в каждом подъезде. Кстати, а на этих 11,5 киловатт в час, например, Nissan Leaf летом может проехать 100 километров. Но это к слову. Теперь посчитаем, сколько подъездов в городе и с учетом того, что все они перешли на датчики движения и энергосберегающие лампы, трудно представить, сколько киловатт в час энергии в сутки высвободилось только в одном городе. И это только на лампочках. Сегодня же весь вся современная техника стремится к снижению потребления. Это и телевизоры, и холодильники, и стиралки. Пылесосы раньше потребляли по 1,5-2 киловатта в час, теперь их заменили роботы, которые на зарядку берут несколько ватт в час. Поэтому я бы не стал с уверенностью говорить, что с приходом электромобилей теплостанции станут сжигать больше угля. Мне кажется, гораздо полезнее было бы не забывать в подвале или в подъезде выключать свет. Когда какой-нибудь неблагонадежный работник оставляет горящим свет в подвале на неделю или на две, это действие действительно сожжет бесполезно несколько килограмм угля. А электромобиль, который с собой заменил бензиновый, в том регионе, где нет угольных станций, но это однозначно благо для экологии и населения того региона. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. В следующий раз поговорим про запас хода электромобилей. Всем удачи и хорошего настроения. Пока!